За этой авиамоделью невозможно уследить, она взмывает в небо со скоростью 120-140 км в час, и безопасность полета зависит только от телета. Рамиль Гореец уже несколько лет занимается в доме юниатехнико-интегральщика, и авиамоделью управлял очень легко. Стоим взял серебронный чемпионат мира. Турнир закончился недавно во Франции. Готовился целый год. Было сложно отобраться, попасть в сборную России, потому что для этого надо сначала хорошо выступить на первенстве России, где я стал чемпионом России. Потом мы ездили на отборочные соревнования в Тюмень. Потом два месяца я готовился к соревнованиям, настраивал технику. Больше баллов авиамоделист получит не только, если будет как можно дольше находиться в воздухе, но и если удастся отрубить хвост противнику. Хвост это вот такая красная лента, и рубят ее пропеллером. За один кусок отрезанной в воздухе ленты авиамоделист может получить 100 очков. В чемпионате мира во Франции приняли участие около сотни спортсменов из 25 стран. Занять второе место. Настоящее обеспечение. Конечно, сегодняшний результат, когда наш мальчишка, наш спортсмен занял второе место на чемпионате мира, это высокое достижение не под силу многим. Ни в Москве, ни в Московской области. Это наш мальчишка из Химок, единственный такой мальчик, спортсмен, который добился такого результата. На грязи и новые соревнования в Тюменьах пройдет этап Кубка мира по авиамодельному спорту. Авиамоделисты проведут подвижные бои в Аминкетском спортивном центре Санкт-Петербургии. Мы хотим, чтобы наш...